Встреча пяти 2 августа За окошком из боя шумел ветер, играя с веточками берез. Солнце близилось к закату. Живо легонько вздохнув, и глядела свою чистую горницу. Сегодня будет рубежная ночь перехода от лета к осени. Живо давно жила в этом доме на высоком берегу северной реки, когда-то поселившись в деревне под видом ведунья Живодара. Между тем все, рожденные в Яве, были под ее покровительством, получали живицу жизненную силу с первым криком младенца при рождении. По всему северу были научные повитухи, волквицы, богини Живы, которые помогали предназначенному свершиться. Белые северные ночи, сверкавшие во время летнего солнцеворота, постепенно темнели, с каждым днем накопливая усталость и темноту. Вечером уже нельзя было вышивать и ткать, сидя рядом с окошком. И за поздним ужином, когда дождь бог возвращался домой, уже зажигали восковые свечи. Все происходило плавно, по заведенному, с начала творения миров, временному порядку. Время, это лукавое создание рода Творца, имело власть только в Яве и знало, что оно незаменимо. Жить во временном потоке, осознавая себя в сейчас, имея за спиной прошлое, впереди будущее, свойственно большинству людей. Только над богами, познавшими свое предназначение, время было невластно. И люди, знатки, умели договариваться с ним и бродить душой там, где времени не существовало в Божьем мире. Время любило, чтобы его ценили и берегли. Кроме того, время любило крутиться колесом, подобно солнцу, и требовало, чтобы его называли коллагодом. Сегодня должно случиться очередное коллагодное чудо, знак и залог непрерывности времени, его возвратимости и потому неизбывности. Уже не в первый раз живо будет передавать этим вечером второго числа месяца Зарева богине Макоши державу, волшебный символ женской власти над Явью. Как быстро пролетело время с первого травения. Улыбнулась живо и погрызила пальчиком куда-то в сторону печки. Там что-то стукнуло, зашуршало и затихло вновь. Но улыбка живо померкла, красивые брови нахмурились. Лукавое время в такие рубежные ночи обычно бывало взволнованно, трепетно мерцало, то останавливалось, то пускалось вскачь, словом было заметно. Но сегодня время вело себя странно. Макоша притаилась за печкой и вроде как-то боязливо и виновата пряталась. Живо поманила его пальчиком к себе, но не дождавшись ответа, подошла к окну и вгляделась воробья, который почему-то неуклюже в кость подлетел к уличной кормушке, но не стал клевать. «Больная птичка?» — мелькнула мысль уживая. Но богиня тут же охнула, неприятно пораженная. Таких птиц оказалось много. И живо, глянув своим особым озором, с негодованием поняла, это были вовсе не птицы. Создание враждебного хаоса, которые, как не защищали бугенави внешние границы, всегда настойчиво стремились в явь, но сегодня, похоже, пошел прорыв. Все-таки бесы мерили воробьев нынче. Живо вспыхнула румянцем и заломила тонкие руки. Готовят нынче воробьиную ночь. Да как же так? Что ж, мне придется отдавать макошь неприбранную явь. Негодование управительницы лета было понятно. Все три месяца, начиная с первого мая, она неустанно заботилась о чистоте яви от бесовского худо, подобно хорошей хозяйке, не терпящей пыли под лавками и нечищенных горшков на печке. А признаки того, что все-таки будет воробьиная страшная ночь, вызвали даже слезы. Бледная, горестная и негодующая одновременно живо осознала, что нынче бесы, которые прорвались где-то в явь, вызывали такие к себе всех местных воробьев и мерили их огромным мерилом. Те, кто оказался больше меры, те были выпущены на свободу, чтобы продолжать плодиться. А всех малых размером выдували на лысую гору, где несчастных птичек ждали колдуны и колдуницы. Те хватали птичек, забьющиеся в страхе тельце, вынимали крохотное сердечко и вселяли внутрь своих юрких бесенят, прислужников. Готовили свое бесовское тайное войско в очередной надежде заполонить явь этой ночью. И уж преуспели, судя по огромной воробьиной стае. «Да как же так? Да так много!» Живо открылась своим ощущениям, которые она могла получать со всей яви одновременно. Богиня оглянулась по сторонам, нашла и спешно закрыла голову кикой, поправила рясы, бережно сняла что-то круглое с полки, прикрытое светлой тканью. «Надо брата просить о помощи! Он уж верно уже пришел на перекресток!» И побежала на место договоренной встречи, бежала и не могла сдержать слезы. И, казалось, природа плакала вместе с ней. Небо опустилось ниже темнейшим пологом и стало давить на плечи. Тревожно трепетали веточки и листья на встречных осинах и рябинах. Сосны наклонялись со своей высоты и всматривались в молодую богиню, пытаясь защитить от падающих небесных слез. Вот открылся взгляду лесной заповедный перекресток трех дорог у высокой ели и муравейника. Высокого мощного перуна можно было увидеть издалека. Он резко обернулся на шорох легких шагов живы, но, узнав сестру, приветственно склонил голову, снова выпрямился, нахмурясь и прислушиваясь. — Перун, воробьиную ночь нынче бесы готовят. Помоги, надо очистить явь. Стыдно, макошь, отдавать такую. — Вот оно что! Громкий возглас громоверца, как обычно, наполнил гневом небеса послушные его воле. Стало вдруг совсем темно, потом ударила молния, и раздался гром. — А я не пойму, что-то не так с явью. Воробьиная ночь, говоришь? — И вот ведь подгадали. Знаешь, что скеппер сегодня очнулся? — Ах, ровно! Ты ровно в этот день со скеппером когда-то сразился. Но он же спит. Мертвым непробудным сном под курганом. Почему? Проснулся? — Триста лет и три года прошло. Гнев перу наразгорался. Вот и бесы всполошились, и скеппер хвостом забил. Попляшут они у меня, и скеппер, и бесы, и колдуны всякие. В недоброй тишине послышалось урчание, от которого остановилось дыхание. На перекрестке стало на миг пронзительно тихо и душно. В груди уживо что-то закололо, и стало выходить наружу трудным кашлем. Голову как будто стиснуло огненный обруч. Первым сверкнул очами, топнул ногой. Небо полыхнуло, и все вокруг словно бы взорвалось. Острыми полосами смертоносных молний в небе полыхнул невыразимо острый сполох. Второй, третий, уживый, мелькнула вдруг мысль. Пусть эта смертоносная гроза будет как бы понарошку, и гора кора скеппера останется целой, и не возродится, не явится к нам, не имеющая обличья. Невыразимый словами скипер, изрыгающий пламя, чем-то жутким, мельтешащий, подполосомкнутыми веками, отчего хочется зажмуриться до боли. Невообразимый, немыслимый скипер. Браво, защити. И он как почувствовал, что притянул левой рукой к себе сестру и сделал сверкающий, свистящий круг над головой, мечом в правой руке. От этого небеса раскололись новой огромной молнией, и затряслась земля. «Стой, Перун, стой!» Махая платочком, к ним заспешила богиня, в которой заплаканная и испуганная железная красавица мать, сырую землю. Ох, нельзя больше! Нельзя! Клады стали выходить там, где твои молнии стукают. Люди видят мои тайны. Клады горят, пускают огненные языки из-под слоя земли, пробиваются золотым светом. Найдут ведь. Потом по людям беда пойдет. Станут богатство делить, злобой полыхать. А бесы и рады неправедное богатство прахом пойдет, рыкнул Перун, не собираясь останавливаться. Живо и мать-земля одинаково с оторопью смотрели на бога, который, кажется, уже был вне себя от гнева и не собирался останавливаться даже перед угрозой разрушения Яви. Ураган. Гром. Молнии. И вдруг рядом с Перуном проявилась Перунец. Она легко положила руку в богато вышитом рукаве на плечо мужа и улыбнулась ему. Отчего грозный бог сначала замер в размахе руки, а потом опустил меч и посветлел лицом. И бывший ночь, и бысть тьма, проговорила Перунец, так когда-то пел. Молонья и гром, гроза и дождь. Перун усмехнулся и закончил. И бысть сеча силна, якопросветящая молонья, блестящаяся оружие, гроза велика, и сеча сильна и страшна. — Все так, — пел когда-то баян. Дива Додола усмехнулась задорно. — Муж мой, побереги, явь-то. Уж всех бесов разогнал. Землю напугал. Живи помог. Дело вовремя закончить надо. И Додола взмахнула рукавами, отчего последний раз ударила молния, от тучи потеряли свою плотность, разбежались испуганными барашками. Проглянуло вечернее солнце. — Время зажигать громничные свечи! — раздался сильный женский голос, и на перекрестке проявилась макошь. — Как полгода назад? Да, светит переход, лето-восень. Да, девочки? Перун хмыкнул. Богиня посветлили лицами. Дива Додола достала откуда-то желтые перевитые свечи и отдала Перуну. Матери-земле одно оставила себе. Легкий взмах. Три свечи загорелись, а жива и макошь встали напротив друг друга и поклонились. Богиня Лета бережно взяла шар Державы в руки и слегка подула на него. — Ой, вылынь, вылынь Гоголю, унеси, и лето с собой, унеси, лето, летечка, и зелено, житечка, хрящатенький барвиночек и запашненький василечек. — Да будет так! С теми словами Держава поднялась в воздух, сверкая, и плавно опустилась в руки макошь. Та приняла шар, погладила. — Ой, вылынь, вылынь Гоголю, принеси осень с собою, принеси осень, осенечка, и золото-зернышко, наливное яблочко и густой медочек. Да будет так! Мать-Земля, расчувствовавшись, промокнула глаза белым платочком и закончила неожиданно торжественно. Как отирается и отмывается всякая утренняя заря и взойдет красное солнышко, так бы возрадовались и возвеселились люди с сердцем приятным всем переменам, как на селом свете и на будущем никто не может воротить Божьей солнечной колесницы, так бы никто не мог поворотить осень раньше, летечка, всегда и ныне и во веки веков. Небо улыбнулось, звезды засверкали, музыка мироздания зазвучала, и каждый услышал что-то свое, именно то, что было необходимо именно за тем, чтобы пережить чудо перехода. Перемена с лета на осень свершилась, будет теперь все наоборот происходить, чем с зимы на весну, мать, земля начнет засыпать, вода остывает, свет дневной убывать, но не сразу, не сразу, впереди еще месяц, август, щедрая мать, земля будет улыбаться небу, людям, благословлять сбор урожая. Макош бережно убрала державу, поклонилась матери-земле. Благодарю тебя, матушка, нынче Лен высоку родился, осенью много детей родиться нужно, нити судьбы новая, да побольше. Ой, да, живо обрела обычная благодушия и живость, и мне работы прибавится, наделять живицы родившихся придется расстараться. А нам с Перуном выступила вперед Дива Додолом напротив, надо сдерживаться, пусть урожай собирают без дождя, сено косят, мед из улев достают, можно чем другим заняться, да, муж мой. И Додола взяла Перуна под ручку и поклонилась. Перун, который почему-то выпрямился и поправил пояс, поклонился богиням также, и они оба исчезли в облаке, пахнувшим свежим воздухом. Мать-Земля, махнув рукой на прощание, как-то растворилась и потекла туманом по земле. Ну что ж, задумчиво закончила Макош. Чудо перехода из одного времени в другое известно заранее, случается из года в год. Но главное это в этом то, что чудо не становится менее желанным? Да, живо. Да, это каждый раз чудо расчудесное. Но, Макош, почему сегодня время боялось чего-то, а бесов было так много? Может, мы зря так уверены в том, что кологот обязательно повернется? «Поживем, увидим», раздумчиво произнесла Макош, и в мире яви наступила осень. «Поживем, «Поживем», 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 «поживем»,